Друзья, всем привет! Ну что, вот на с вами остается всего одна неделя до начала US Open. И на этой неделе мы с вами будем говорить об очень крупном американском турнире, который пройдет в Сен-Ценате. Уже в первом раунде у нас с вами огромное количество топовых матчей и конечно сложно было выбрать что-то одно для первого раунда, но я остановился, пожалуй, на самом горячем. Это, конечно же, противостояние между Сиреной Уильямс и Эммой Радукану. Однозначно и в Сен-Ценате и тем более на US Open больше всего внимание будет приковано именно к американской черной манге Сирене Уильямс. Ведь она и только является, можно сказать, главной иконой этого турнира, но также своим заявлением о том, что, возможно, с большой вероятностью она завершит на этом шлеме свою карьеру профессиональную. Поэтому, конечно, будете от нее ждать максимум результатов. И я думаю, что она тоже приложит все усилия, чтобы будете на красивой ноте. Другой вопрос. Будет она выкладываться на турнире в Сен-Ценате, который перед недельной до US Open. Но, знаете, у человека только, как она сыграла на прошлой неделе в Торонто, я понимаю, что нужно американцы набирать форму, если я хочу что-то показать на US Open. А чтобы набирать форму, нужна, разумеется, практика. Игровая практика. От этого нужно побеждать хотя бы несколько матчей. Конечно, сложно попадать на чемпионку прошлогоднего US Open. Именно это Эммэ Радукану, которая фейлила просто здесь в прошлом году. Ну, не в Сен-Ценате, имею в виду, а именно на US Open. Но, конечно, потом как-то пошел большой спад у британской теннисистки. Точнее, ну, как сказать, спада как такового не было, потому что подъем был очень кратковременный. По сути, Эммэ не на тех турнирах в Бита вообще не блистала. Она успешно сыграла в прошлом году на своем домашнем году в Болдоне, а после еще более успешно на US Open. И все. На этом, в принципе, успехи Эммэ закончились в ее карьере еще пока очень короткой. Но она явно хочет, конечно, снова подъемы, снова высоких результатов. Но для этого нужно, я считаю, время. Нужно, самое главное, собрать хорошую команду, которая именно вот будет вести Эмму, именно помогать себе вот вести, развиваться. Пока, конечно, это сложно. Тут даже дело не в том, что нужен хороший, там, опытный тренер. Тренер нужен такой, с которым у него будет химия. А это может быть и молодой и малоизвестный тренер. То есть, ну, неприятно, что тренер должен быть супер-мега-успешным. Очень часто бывает так, что какая-то тренеристическая нанимает там какого-то топового тренера, но у них ничего не получается в тандеме, потому что вот нет той самой химии. Я считаю, что пока еще Эмма не настолько готова. Да, Селена тоже сейчас, ну, мягко говоря, не в лучшей форме. Вы это сами прекрасно видите. Но еще раз говорю, учитывая только Фидор, у нее котировки сейчас и учитывая все то, что вот происходит сейчас у нее в карьере, это вот завершающие этапы, ну, если, конечно, это была не утка с ее стороны, а в интервью, то я считаю, что, ну, должна Селена показывать хоть что-то и должна стараться. Тем более все-таки одно дело в Канаде, там не такая сильная была поддержка, хотя там тоже за нее активно болели, но другое дело в США, где просто все будут прям визжать и кричать на трибуну за Селену. Я думаю, что Эмма будет сложна в психологическом плане в первую очередь. Ну, и в плюс, я сейчас говорю, форма Эммы в этом году пока стабылатая. Пока стабылатая, я считаю, что учитывая даже потенциальные силы и перспективы Радукану, все-таки считаю, что именно вот против Радукана у Селены Уильямса есть шансы. Так что я действительно рискну, пожалуй, за очень хороший концент взять победу именно Селены Уильямс. Ну, а ваши мнения, друзья, об этом матче, вы можете пишите в комментариях, как всегда, там подискутируем. Также напишите о других матчах ваше мнение, ведь их очень много, как я уже отметился в начале выпуска. Ну, и с вами увидимся на разборах следующих матчей этого турнира. Я думаю, у нас прям каждый матч будет равноселен финалам, потому что собрались тут самые-самые топы, каждый матч интересен и муникален, поэтому увидимся с вами уже в следующих выпусках. Всем пока-пока!